Глава городского поселения Видное дает пас мэру города Штырба. Сказать кому, что вот так проходит визит иностранной делегации, и не поверят. Тем не менее, несмотря на галстуки и пиджаки, официоза на этой встрече нет ни капли. Есть переводчик, но его услуги так и не пригодились. Хотя каждый говорил на своем языке, все понимали друг друга прекрасно. Да, да, я спрятался. Ты совсем не вверху? Да, совсем не вверху. Делегации из Словакии, руководители Ассоциации городов и поселений республики, президент Михаил Сыкара и вице-президент Йозеф Двонч. В Видновском дворце спорта гостям рассказали о технологиях проведения соревнований, в том числе и международных, а также о победах спортсменов Ленинского района и их подготовке. Добродушные, открытые люди, которые прибыли не только посмотреть объект спорта, но и вникнуть в менталитет человека, который проживает здесь. Следующий пункт программы визита – посещение историко-культурного центра. Здесь гостям рассказали об истории Видновского края, о культурных программах, которые реализуются в учреждениях, и творческих способах работы с жителями города и района. Здесь, в стенах историко-культурного центра, представлена не только экспозиция, рассказывающая об истории нашего края. В этом же зале у нас проходят и все мероприятия для взрослых, для подростков, для молодежи, для детей. Надо сказать, что этот визит встречный. Делегация представителей Ленинского района в прошлом году также посетила Словакию, где у Видного теперь есть город-побратим Гуменне, находящийся почти на границе с Украиной. Мы подписали договор в прошлом году, город Видный и город Гуменне. Очень интересные, примерно такой же, как у нас. У нас спортивные, культурные, исторические места практически в чем-то схожи. И я считаю, что это способствует, действительно, на международной арене повышает авторитет России через вот такие связи. Помимо общественной работы в Ассоциации городов и поселений Республики Словакия, Михаил Сыкара является мэром поселка Штырба, а Йозеф Вонч – мэром города Нитра. Год назад, в прошлый приезд, Моисей Шамаилов и познакомился со своими коллегами. С тех пор сотрудничество развивается как по нотам. В нынешний визит гости посетили только спортивные и культурные объекты Ленинского района, в том числе музей-заповедник Горки-Ленинский и недавно открывшийся Дом культуры в Видном. Тем не менее, в будущем планируется развитие и политических, и экономических связей. Что касается перспектив нашего сотрудничества, могу сказать, что дружеские связи между Россией и Словакией крепнут год от года. У наших стран большой экономический потенциал, и я уверен, что мы или наши коллеги еще не раз посетят город Видное уже с целью реализации каких-либо совместных проектов. Также гости отметили, что в приоритете у Ассоциации городов и поселений Республики Словакия развитие побратимских связей именно с российскими регионами, где существуют похожие проблемы и достижения, а значит, есть почва для взаимовыгодного сотрудничества. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова